Всем привет! Сегодня у нас такое домашнее видео получилось. Я сделала пюре, гуляш, крабовый салат здесь у меня и нарезала овощи домашние. Также у меня здесь десерт и я не могу есть салат без хлеба. Хлебушек у меня еще белый. Но я расскажу, как я это все готовила. Давайте попробуем мясо. Это у меня говядина. Я сделала гуляш. Только что выключила перед видео. Давно просили домашнее видео, но знаете, я готовлю домашнюю еду. И в основном никогда ее не снимаю. Хотя знаете, есть что снимать. Много интересного. Крабовый салат у меня такая упрощенная версия, без риса. Здесь у меня небольшая баночка бандиуэля кукурузы. Мне больше всего эта марка нравится. Но это не весь салат. Я сделала большую прям такую пиалку. Яйца, крабовое мясо, огурец и лук. Лук я замочила кипятком. Нарезанное потом добавила. Ну и майонез. Пюре стандарт. Картошка отваривается. Выливается вся вода. Мную ее без всего сначала. Когда все уже разомну, добавляю сливочное масло, соль. И с маслом мну. А потом в конце горячее молоко. Я всегда мною толкушкой. Мне больше всего такой пюре нравится. Как вкусно все. На гуляш говядину пожарила с луком. Специи добавила и тушила. Может, около двух часов. Костя привез картошку домашнюю, овощи. Ездил к дедушке. Так что, можно сказать, все домашнее. На мясо мы сегодня ходили. Типа ярмарки у нас в корте было. Мы купили там мясо. Яйца домашняя. Прям свежайшая. Еще я на днях Лёве купила курочку. Такое домашнее мясо очень приезжает с магазинов. Очень нежный получился гуляш. А специи я добавляла. Купила упаковку специй маки для гуляша. Там паприка, чеснок, соль, перец. Разные в общем были. Но вкусно очень получилось. Не перчено сильно. Когда я на ногти ходила, не успевала уже Лёв, чтобы приготовить. Ему скоро было спать. Я купила у нас тут, как местное кафе, там пюре и гуляш. Ну и салатик положили сбоку. Я пришла, а гуляш был очень острый, что Лёва не мог его есть. Я же когда готовлю дома, я перец вообще нигде не добавляю. Но здесь не чувствуется. Пишите, как вам домашние видео такие. Если понравится, буду часть снимать. Всех накормила, все уснули. Снимаю вам видео. Раньше всегда крабовые делала только с рисом. Без риса больше нравится. Мы выбрали кухню. Остановились все-таки на Лера Мерлен кухне. У нас кухня в длину небольшая. Мы делаем на одну сторону только кухню. Выбрали белый цвет. Мне, конечно, очень там серая понравилась. У нас ванная оттуда. Стойка получается и раковина со шкафчиком. Она серого цвета. Все потеки оттуда видно. Лёва Ростов завозит. Лить вот туда. Прям очень сочное мясо получилось. Мне кажется, если оно еще постоит там, еще вкуснее стоит. Что еще за новенькое? Потому что видео выходит не по порядку. Мы все решили насчет Кристин. Забронировали кофе. Вот теперь думаем над меню. Что заказывать. Тортик я уже сгорела. Я, вы знаете, каждый день ломаю голову, что приготовить. У меня вообще в готовке маленькая фантазия. Или пюре, или макароны, или какая-нибудь каша. Именно на второе. Из супа я чаще всего борж готовлю. Когда я шла к Лею в садик, посмотрела у них меню. У них такое меню разнообразное. Суп пшеничный. Я его ни разу дома не готовила. Только кашей варила эту копу. В кафе думаю, какие салаты заказать. На выбор есть гнездо глухаря, которое мне понравилось. Потом с языком и с кедровыми орешками салат. И цезарь. На горячее. На второе. Сковородка с мясом. Грибами и картошкой под сыром. Или мясо в горшочке. Также там есть и рыба с овощами. С тейками. Но не все любят рыбу. Кто-то хочется выбрать так, чтобы... Под всех угадить. Конечно, можно каждому заказать отдельно. Вот эта неразбериха с местом. И вдруг кто-то что-то другой захочет. И думаю, все-таки, брать все одинаковое. На суп борщ, суп лапша или пельмешки. Там всякие еще супы есть. Я даже не знаю, что за супы. Там на сайте такие странные. А так, нарезки надо сделать будет. Искать колбасную. Еще там кафе есть роллы и пицца. Так что, в общем, надо думать, потому что уже надо говорить, что будем заказывать на меню. У нас будет не очень много народу. У нас будет только 20 человек, около 20. Но этот зал вмещает до 20. Потому что мы думали сначала отметить. Где отмечали Левен Готик. Туда можно позвать и 30. 30 лишних человек. Но, знаете, подумала, я не хочу ничего готовить. Получается, когда последний раз мы на Готик ездили, я приехала уже туда. Когда дети проснулись, Лиана помогали, мама помогала, подружка Настя приезжала. Она тоже помогала. В общем, никого не хочется напрягать. И хочется просто красиво прийти в кафе и отдохнуть. Лев, Кристина, мы тоже отмечали в кафе. Тут как будто только недавно было, уже столько прошло времени. Так все вкусно получилось. Ой. Нажимаю. Ищу для видео доску большого размера. Это у меня доска Икея. Наверное, и она сейчас. Можно ее найти в продаже. Но просто мне ее размер не нравится. Она слишком маленькая. Я хочу широкую и длинную. Чтобы, например, если роллы укладывать, все помещалось. Напишите, где покупали, если у вас есть большие доски. Буду очень признательна. Что еще рассказать? Про садик написали. А вот она говорила, что Леву не хочет садик отдавать. А сейчас такая радостная. Мы проходили в садик. Недели с чем-то. Заболели. Заболели все вместе. Но знаете, я не сравниваю это с садиком. Не сопоставляю с садиком. Потому что мы ездили в город. И меня после города продуло кондиционер в машине. Мне уже вечером заболело горло. После меня Лева и Герман. А потом, когда Костя уже приехал, и Костя заболел. И так что в садик мы не походили, можно сказать, нормально. Вот сейчас вот Лева уже выздоровел. Надо идти в больницу с справкой. И опять начинать ходить. Знаете, мне кажется, начнется опять все заново. Это привыкание. Потому что слишком большой промежуток прошел. Из-за того, что видео выходит не в порядку, хронология теряется. Костя начался отпуск. Вчера еще удалил. Ноготь. Дверь в магазине выходила. С Левой у меня на руках был. Я схватила за ручку. Ручка вылетела. Я прям рукой в дверь. Сейчас думала, что у меня ноготь отпадет. Сейчас немножко болит. А все углы по дому хожу собираю. Понравилась, в общем, мне эта приправа от Маги. В следующий раз тоже ее куплю. Конечно, и лук в свое дело сделала. Добавила очень много лука. Так, подвину. Так что комментарии те, что она ничего не готовит Постоянно фастфуд Мы можем выходной снять два видео Их вкладываем мы иногда раз в четыре дня Или через день, через два дня Так что не всегда на сосуд Когда периодически выходит видео, можно подумать, что всегда фастфуд Именно какие видео выходят Здесь такая красивая деталь В днем рождения написано Например, я это видео снимаю Выйдет оно Дня через три, может быть Так как у нас сникерс На Кристина заказала тортик Не пробовала еще Именно этот тортик у этого кондитера Молочный ломтик Хотела сначала молочную девочку Очень мне нравится торт Что там осталось? Еще закажем пиццу Нарезки мясные Все такое Овощные Я просто лазила в меню И не нашла Наверное, надо спрашивать Лично Так все вкусно Вчера Лиану просила Германа купить Вещи Он у нас из всего вырос Они были в магазинах Она вчера вещи привезла Надо съесть Купить ему крестик И словно Ну что Будем прощаться Пишите, кому понравилось такое видео домашнее Если будет много лайков В следующее видео Тоже сделаю домашнее видео Всем спасибо Всем пока До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok